Антикоррупционеры вставляют палки в колеса МВД, точнее подбрасывают дохлых кошек. Об этом сегодня в Хмельницком заявил министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам главы МВД, он поддерживает борьбу с коррупцией, но многие антикоррупционеры, по словам чиновника, зарабатывают куда больше, чем те, кого они проверяют. Также Аваков добавил, дескать, недостатки выявлять нужно. И для этого правоохранительные органы в помощи антикоррупционеров не нуждаются, поскольку есть своя внутренняя служба безопасности. Так ли это? Но подбрасывают нам постоянно тухлую кошку в тяжелой работе. И без подброшенных в ведомстве Авакова хватает и своих тухлых кошек. Это я прокомментую, я все-таки министр, я и соответствующее за это. Один из самых громких скандалов, связанных с именем Авакова, рюкзаки для АТО. Стоимость госзакупки 14,5 миллионов гривен. Один такой ранец обошелся государству в 3000 гривен. Оказалось, в 2014 году некая фирма «Патинвестор» договорилась с МВД о поставке крупной партии этих рюкзаков. Марина Епишина, директор харьковской фирмы, которая и выиграла тендер, не отрицала. Компания входила в сферу бизнес-интересов Авакова. Арсен Борисович, когда стал государственным служащим, не министром даже, а когда он еще стал губернатором Харьковской области, он все свои акции переписал либо в управление, либо на Инну Дмитриевну его жену. Она имеет полное право иметь акции в этом акционерном обществе. Еще одна история – незаконная продажа песка экс-помощникам Авакова Петровским. Чиновник нанес ущерб государству 18 миллионов гривен. Решение Бориспольского городского райсуда – 4 года лишения свободы условно и штраф 17 тысяч гривен. А вот на автомобиле для копов полиции почему-то не скупятся. Накануне в столице полицейским торжественно передали новое авто – Митсубиши Аутлендер. Всего 635 машин. Вот только обогнала их дурная слава, ведь один такой автомобиль обошелся госбюджету более чем в полтора миллиона гривен. Еще в прошлом году активисты провели расследование и установили, что Украина переплатила бы за новенькие японские кроссоверы более 9,5 миллионов долларов. В ответ на бурную реакцию соцсетей и общественности Арсен Аваков заявил, убедил руководство Митсубиши Моторс сделать скидку. Я хочу зараз публично подякувать пану президенту Митсубиши за то, что он в ответ на мое прохание, принимающий до уваги особливые условия в развитии полиции, надал скидку по закупиванию этих автомобилей. И мы имеем на эту скидку 13%. Хотя юристы из Центра противодействия коррупции тогда уверяли, изменить действующий договор, по которому уже переведены деньги, невозможно, а значит и скидка блеф. Даже с учетом снижения цены для такой крупной партии автомобилей, цена все равно завышена, говорят активисты. А на вопрос журналистов, почему именно эти машины решили купить полицейским, министр ответил, мол, они победили в тендере. Хотя в нем, как оказалось, участвовал только один трейдер, Ника Диамант, которым владеет Владимир Гнатышин, давний бизнес-партнер главы Минюста Павла Петренко, выходца из Народного фронта.